Привет, господа! Привет, дамы! Это Анатолий, человек из магазина Жарпарком, который разбирается в дровяных печах для бани. Но сейчас речь пойдет о печи для бани газовой, в которых я не очень разбираюсь, но попытаюсь разобраться вместе с вами. Сейчас все посмотрим. Печь очень интересна. Интересна она в первую очередь тем, что обычно печи газовые делаются на базе дровяных печей, имеют некие дефекты уже заранее конструктивные, ну скажем, там какие-то внутри топки пазухи, в которых газ скапливается, а эта печка разработана специально под газ. Называется она Салехард. Почитаем описание. Салехард, рабочее название, то есть может называться еще как-нибудь по-другому. Газовая банная печь среднего класса, то есть не буржуйская, но и не дешманская, для обычных людей. Объем парильного помещения от 8 до 18 кубов. Номинальная мощность в киловаттах 36, габаритные размеры, длина 650, ширина 415, высота 800 мм. Масса килограмм 44, масса закладываемых камней 45, объем каменки 33 литра, тип топлива газ, диаметр дымохода в миллиметрах 115, рекомендуемый дымоход 5-метровый. Вот эта печь, и как видим уже, что эта печь не просто так, а печь в разрезе, то есть можно туда посмотреть, засунуть камеру и все увидеть. Ну давайте посмотрим, что видно сверху. Сверху видно заливное устройство, во-первых, интересное. Это что-то новое. Ну, на базе, как я понимаю, стандартного заливного устройства термофора, там для гейзеров. Вот, значит, вот это вот отверстие, куда попадает вода, давайте посмотрим, куда она идет в разрезе, идет, 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 и попадает в закрытую каменку. Вот она. Идет она по желобам в желобе на сверленное отверстие, чтобы вода, как из душа, окатывала максимальную площадь камней. То есть вот это вот закрытая каменка огромная. В разрезе также видим вот эти два каких-то пазуха. Это не какие-то пазухи, а это открытая каменка. То есть здесь сюда кладутся камни, и они просто для красоты, а также если получить пар не мелкодисперсный, как из закрытой каменки, а пар крупнодисперсный. Внутри топливного канала выхода газов видим тоже какую-то штуку металлическую, тоже какая-то труба. Посмотрим, куда она идет. Где она начинается вначале? Начинается она вот здесь вот. То есть, опа, это выходы на воду. То есть сюда может подключаться... Так, нет, это теплообменник. Точно, это теплообменник. Вот это вот прямоугольник. То есть прямоугольная коробка. Это теплообменник. Когда газ горит, вот они горелки. Газ идет так-так-так, горячий. И нагревает теплообменник. И вот это вот выходы на развод воды. Верхний, нижний. А вот снизу еще одно отверстие. Еще одна труба, видим. Это сюда можно присоединить от крана проточную воду. И по ней вода попадет. Попадет. Бабах. Что-то упало. Ну, да и ладно. Попадет. Вот. Видимо отверстие. Вода попадет также на закрытую каменку. Так. Вот я дам общий ракурс разреза. То есть, ну, круто сделано. И воду греть можно. И хочешь подавай воду с крана проточную. Хочешь заливая руками через закрытую, то есть, через заливное отверстие. Так. Что еще тут есть? Давайте посмотрим кожух. Печка конвекционная. То есть, конвекция здесь нерегулируемая. Это значит то, что скорость и динамика нагрева парилки очень высокая. Ну, и температура, на которых она работает, тоже высокая. Так. Что еще видим с этой стороны? Регулируемая. Там хоз. Вот. Регулируемая. Так. Вот тут у нас приблода газовая. В них не разбираюсь. Те, кто разбирается, посмотрят и скажут, ну да, что-то газовое. Но, видите, там три горелки вставлено. То есть, стандартные горелки не подходят. Здесь именно горелка термофоровская, собственно, разработки. Ну вот. Так что... Тут даже, можно сказать, поинтереснее. Потому что, когда стандартные горелки, все стандартно. А когда три, и нестандартно, это значит, есть какие-то бонусы. Ну, я думаю, на сайте термофора, термофор.ру, когда эта печка появится в продаже. Сейчас, повторю, февраль 2016 года. Ее нет ни на сайте, ни в продаже. Это образец для того, чтобы можно было посмотреть. И получить какую-то, может, критику, может, какие-то отзывы. Так что, не стесняйтесь. Внизу сюда пишите свои отзывы в комментариях. Ну и обсуждайте. На термофоре все это читают, смотрят. Может быть, какие-то внесут конструктивные изменения. Хотя, на мой взгляд, вот то, что закрытая огромная каменка, открытая каменка. Можно получать горячую воду. Можно заливать воду, хочешь проточную, хочешь рукой. Ну, это отличное, по-моему, решение. Вот, честно говорю, если бы я разбирался в газу, я бы сказал бы, ну, мол, там, это хорошо или это плохо. Но я в газу не разбираюсь. А если вы газовик известный, то уж пишите комменты и разберемся. Хорошая печка или очень хорошая. Все, это был Анатолий. Да, в магазине, в моем жарпарком, такую печку не смотрите. Я продаю только то, в чем разбираюсь. А разбираюсь я только в дровяных печах. Всем пока!